Обманчивая тишина у Центра социального обслуживания Вера. Но стоит войти в эти двери, подняться на второй этаж, и мы оказываемся в уютном зале, полном пенсионеров. Перед ними, как на экзамене, люди в солидных пиджаках. Олег Иванов, представитель Общественного совета при Министерстве ЖКХ Московской области, пришел рассказать пенсионерам о некоторых юридических аспектах такой непростой темы, как сфера жилищно-коммунального хозяйства. Я немного расскажу несколько таких общих, наверное, моментов. Потом мы поговорим о конкретных проблемах, которые вас интересуют в этой сфере. Цветочки, мягкие кресла, пианино в углу – все как-то по-домашнему. Встреча с официальными лицами проходит в совершенно неофициальной обстановке. Вместе с Олегом Ивановым во встрече приняли участие юрист Вячеслав Краснонос и представитель Уполномоченного по правам человека Московской области в Ленинском муниципальном районе Олег Мурашов. После 20 минут правового ликбеза – консультации по персональным вопросам пенсионеров. И около дома такие трещины. Это обязанность управляющей компании. В данном случае вам необходимо первое – написать заявление в саму управляющую компанию. Естественно, на таких встречах не зачитываются выдержки из жилищного кодекса или нормативных документов. Организаторы подобных встреч считают, что главное – донести до пенсионеров, что в работе с государственными структурами нет ничего сложного. Очень важно, чтобы они знали о своих правах, знали, куда необходимо обратиться за защитой таких прав, чтобы они понимали, на какие льготы они имеют право. Пенсионеры – самая консервативная часть общества. Но не могут некоторые из них поверить, что достаточно написать заявление в нужную инстанцию, и помощь, причитающаяся по закону, будет. И даже несмотря на получение самой исчерпывающей консультации, некоторые пенсионеры всё стараются делать по старинке, то есть своими силами. Ремонт идёт, я у них выпросила этого, цемента, полмешка, чтобы заделать. Думаю, буду нанимать кого-то, чтобы мне заделали. Иначе другого выхода нет. И особо я не надеюсь на ЛКХ. Тем не менее, представители властных структур пытаются разбить лёд непонимания и донести до стариков, что несмотря на многочисленную социальную помощь и льготы, в вопросах содержания жилых домов каждый из них – сам кузнец своего счастья, а под лежачий камень вода не течёт. Есть у нас очень продвинутые пенсионеры, которые и проходят обучение, идут на курсы различные, начинают пользоваться интернет-системой, ГИС ЖКХ и так далее. Несмотря на консерватизм, именно старики являются лидерами в общественной работе. По статистике, более 80% руководителей советов многоквартирных домов – пенсионеры. А тем временем встреча подошла к концу, но старики не спешат отпускать выступающих. Как правило, у многих есть личные, может быть, даже конфиденциальные просьбы. Я, как представитель уполномоченного, всегда после вот таких встреч принимаю обращения, заявления, жалобы и провожу дальше уже определенные проверки. Такие встречи проходят на регулярной основе, вход на них свободный и стать их участником может любой житель города, не только пенсионеры. Максим Козлов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.